я приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 22 августа день мощного огня сожгите все свои проблемы сегодняшнее видео и все узнаете наступает день предназначены для самопознания и совершенствования проходящий под управлением 18-х иных суток он является двойственным периодом подобно зеркалу отражающим все ваши достоинства недостатки а также скрытые страхи и желания в этот период с людей слетают все маски позволяя видеть себя и окружающих без прикрас пересмотреть свое поведение чтобы избежать негативного варианта развития событий не допускайте самонадеянности чистолюбия и тщеславия используйте нестандартный подход проявляйте гибкость и недружелюбия чтобы достичь взаимовыгодного компромисса особенности этого дня луна перешедший в знак овна пробуждает нас качество свойственной этому созвездию сомнения колебания остаются позади появляется желание разобраться со всеми сложностями и начать двигаться к новым свершением и победа однако чтобы 18 на сутки принесли вам удачу распорядиться этой мощной энергии необходимо правильно направив ее на самосовершенствование возможно вам будет непросто сдержать эмоции и действовать продуманно однако самоконтроль позволит избежать возможных неприятностей и извлечь из этого дня максимум пользы зависимости от вашего отношения к жизни и совершаемых поступков это день может оказаться как позитивным так и наполненным негативными событиями поэтому очень важно обращать внимание на посылаемой судьбой знаки и следует подсказкам свыше сегодня любые недостатки и нежелательные черты характера становятся очевидными поэтому приложите усилия чтобы избавиться от них и стать лучшей версией себя события восемнадцатых у нас суток наглядно демонстрируют что все ваши мысли материальны а происходящие события являются их отражением вы можете столкнуться с целым рядом неожиданных событий однако все они будут закономерным итогом поступков совершенных ранее чтобы происходящее пошло вам на пользу научитесь трезво оценивать свои возможности и не поддавайтесь иллюзиям чтобы обладать полной картины происходящего прислушайтесь к тому что говорят о вас окружающие не игнорируйте их советы но принимая решение основывайтесь только на свой опыт и подсказки интуиции советы и рекомендации день не особо подходит для решения важных рабочих вопросов поскольку под влиянием его энергии сконцентрироваться на поставленной задаче станет сложнее по этой причине предпочтительнее заняться привычными ежедневными делами не требующими собранности и внимательности чтобы достичь успеха не опускайте из вида ни единой мелочи особенно внимательно изучайте договоры и другие документы приготовлены надпись так как даже одна ошибка или незамеченная строчка могут стать причиной ваших неприятностей будущем общение с партнерами приведет вас к успеху но только если вы проявите выдержку и сумеете избежать споров претензий критических замечаний не бойтесь заводить новые знакомства особенно если они происходят спонтанно так как сегодня судьба может послать вам единомышленника или делового партнера совместно с которым вы добьетесь максимального успеха это хорошее время для совместных начинаний обращайте внимание на то что говорите и делаете контролируйте интонации избегайте пустой болтовни так как сегодня поводом для обиды может стать и любое неудачное слово с деньгами сегодня следует быть осторожнее любые траты даже незначительные могут повлечь за собой дополнительные убытки поэтому отложите все покупки вложения и иные запланированные расходы на более благоприятный для этого период также в эти сутки нельзя связывать себя какими-либо финансовыми обязательствами поэтому не одолжите и не занимайте средства 18 на сутки будут особенно результативными процедуры направлены на укрепление иммунитета восстановление кожи водные процедуры отличным решением станет посещение бани назначать на этот день семейные торжества или значимые события нежелательно так как в эти сутки повышается вероятность конфликтов и взаимных претензий ограничьте общение со второй половинкой если накануне между вами произошла ссора так как имеется вероятность ухудшить ситуацию при наличии гармонии семьи проводите больше времени вместе прислушайтесь ко всем словам любимого человека это поможет вам укрепить отношения и избавиться от недостатков сложная энергетика дня не станет преграды для хорошего отдыха однако избегайте больших и шумных компаний массовых мероприятий водите как можно больше времени в тесном кругу тех кто вам особенно дорог если есть возможность сменить обстановку к примеру отправьте за город проведите часть дня на берегу реки энергии природы поможет вам наполниться позитивом и установить силы магические ритуалы этого дня к магическим практикам сегодня следует подходить осторожно и вдумчиво поскольку ваши действия способны появлять даже на далекое будущее нежелательно приступать к магии новичкам проводить первые свои жизни ритуалы тем не менее это хорошее время для обретения душевной гармонии установление защиты избавление от неприятностей чтобы никогда не знать бедности на рассвете наполните кружку или стакан чистой водой а лучше всего родниковой возьмите в руки заряжай своей энергии затем не громко скажите слово пришло не от солнца ясного не от ветра быстрого пришло на человека дурного злого и ищет кому пристать кому богатство и счастье не знать я к синему морю пойду камень белый на нем найду на нем старик сидит во все стороны дует зло выдувает а достаток привлекает слова злое от меня убирает изобилие мне дарит истинно говорим три раза после этих слов воду выпить и в течение дня обязательно умойтесь такая практика позволит многое изменить избавиться от нелюбови к себе нередки и случай когда человек излишне требователен к себе слишком винить себя в различных бедах и ошибках подобные отношения являются преградой для успеха в жизни если вы заметили за собой уничижительные высказывания в собственный адрес или мысленное обвинение в тех или иных событиях вместо того чтобы исправлять ситуацию к лучшему наберите миску чистой воды после чего трижды скажите ты матушка вода омываешь и речные берега а с меня с мой все наветы все наговоры все худые мысли и раздоры пусть они от меня уйдут меня освободят больше ко мне не пристанут истинно далее от воды просто умываемся от дурных привычек у многих людей есть привычки которые являются вредными это может быть повышенная любовь к вредной пище алкоголю курению шапоголизм склонность к нецензурной лексике и многое другое если у вас также есть пристрастия от которых хочется отказаться но достичь желаемого не получается выберите момент когда будете в одиночестве зажгите свечу подумайте о том от чего хотите освободиться после чего напишите на листке бумаги слова обозначающие вашу вредную привычку после этого добавьте рядом я навсегда оставляю это в прошлом положите лист рядом со свечой затем трижды скажите здесь и сейчас я освобождаюсь от назовите свою нежелательную привычку она растворяется подобно дыма исчезает моем прошлом слабы свою преодолеваю силу обретаю от пристрастий ненужных освобождаюсь быть посему говорим три раза свечи дайте догореть если останется огарок выбросьте его записку спрячьте подальше от посторонних глаз пока не уйдет дурная привычка по народным приметам в этот день отмечают матвеев день обладая предприимчивостью и прагматичным взглядом на жизнь именинники этого дня честно рассчитывают свои шаги в итоге приходит к желаемому а благодаря таланту совмещать обдуманный подход и быстроту действий становятся отличными организаторами и лидерами в коллективе несмотря на любовь к людям для них важно избегать назойливого поведения и учиться сохранить спокойствие в любой ситуации талисман для них является лазурит из-за опасений крестьян чокоровье молоко может быть забрано змеями или просто пропасть следовали особым приметам например доили скотину в одиночестве оберегая чужого сглаза и никому не рассказывали обязательно до рассвета хозяйки наполняли кувшином молоком и уставляли на улицу на несколько часов веря что это принесет хороший следующий удой славяне считали что в этот день природа уже полностью поворачивалась к осени дожди шли чаще и сильнее и уже не были не теплыми освежающими а холодными и промозглыми в непогоду хозяйки занимались домашними делами и заготовками которые обеспечивали им сытую пару зимний период традиционно в этот день собирали на огородах зелень мыли ее и собрав пучки вывешивали сушиться потом раскладывали на печи и расфасовывали пальниным мешочком считалось что именно этот материал лучше всего сохраняет ароматы зелени продолжался успенский пост и это означало что основное внимание славян должно было быть посвящено молитвам в этот день следовали разным запретам и суевериям не надевали черную одежду и украшение из металла чтобы не лишить себя красочности жизни не брали в долг денег чтобы не навлечь на себя полный безденежье на целый год а еще не терли друг об друга ладони чтобы не лишить себя следующего прихода денег сны в этот день вещи через них приходят подсказки о том как стоит действовать в реальной жизни и по традиции перед сном обязательно один раз говорим такие слова у меня есть сила и свобода чтобы создать жизнь которую я хочу вот говорим один раз